Российский шахет взорвался на территории Беларуси. Вот так встреча Борис Джонсон пообщался с Дональдом Трампом. Украинские войска уничтожают врага очень быстро. Страна-агрессор просто не успевает подготовить резервы. Здравствуйте, это «Тема дня» в студии Назар Григоренко. Возле города Купинс Харьковской области российские оккупанты совершили катастрофическую атаку. Там противники пошли в бой по меньшей мере на пяти гольфкарах, загруженных пехотой. Вражеские транспортные средства подорвали украинские воины, остановив атаку и, вероятно, нанесят тяжелые потери россиянам, цитирует Форбс Униан. Пытаясь заменить уничтоженную бронетехнику новой бронетехникой, либо недавно построенной, либо снятой с длительного хранения, Кремль оснащает все больше подразделений транспортными средствами гражданского образца, включая квадроциклы Desert Cross 1003 китайского производства, а также китайские и белорусские мотоциклы для бездорожья. Журналисты отметили, что у врагов на мотоциклах и квадроциклах нет шансов на успех в противостоянии с окопавшимися защитниками Украины, которых поддерживают артиллерия и дроны. Усиление брони на квадроциклах и мотоциклах с помощью антидронных клеток, похоже, не очень помогает, поскольку дополнительная броня замедляет и без того недостаточно мощные транспортные средства, делая их более уязвимыми для других форм украинской огневой мощи. Тем временем пограничникам Украины удалось уничтожить вражескую станцию видеонаблюдения «Пергам-РТР-150» на севере Украины. Вражеская станция видеонаблюдения «Пергам-РТР-150» была уничтожена четырьмя ФПВ-дронами пограничников. Враг использовал ее для осуществления разведки и планирования атак. Однако украинские защитники границы таких возможностей россиян теперь лишили. Уже под конец 2024 года в России может закончиться техника. Об этом в эфире 24-го канала сказал военный эксперт, военный летчик-инструктор, полковник запаса Роман Светан. Эксперт отметил, что сейчас основные ресурсы оккупационная армия держит на Донбассе, но и их враг уже начинает сжигать. Между тем на Харьковском направлении у россиян недостаточно как живой силы, так и техники. Светан считает, что этому может быть несколько причин, а именно, Москва сделала это специально и бросила оккупантов на смерть, а также российское командование не способно рассчитать необходимое количество ресурсов. По словам эксперта, поскольку украинские войска уничтожают врага очень быстро, Россия начинает бросать в бой неподготовленные резервы. Вопрос даже не в подготовке, а в комплектовании. Нет техники. Определенные расчетные данные свидетельствуют о том, что к концу года она может вообще закончиться, и россияне будут работать с колес. А это возможно максимум на участке фронта в 100 километров. Именно поэтому в Кремле, по мнению Светана, стремятся остановить боевые действия и накопить технику. Преимущество РФ в использовании артиллерии снова сократилось. Как отметил источник в Генштабе, если раньше россияне использовали 70 тысяч боеприпасов, а Украина — 10, то сейчас украинские защитники используют 15 тысяч, а РФ — 45. Истребители F-16, которые в скором времени поставят в Украину, имеют невероятные возможности. Об этом заявил председатель Пентагона Пэт Райдер. F-16 имеет невероятные возможности. Это самолет, который мы сами используем в США, как и многие страны НАТО и другие страны мира. Это высокотехнологичная система, которая требует специального обучения не только по управлению, но и по ее обслуживанию и поддержке. Как отметил Райдер, коалиция истребителей активно сотрудничает с Данией и Нидерландами, а также США, чтобы обеспечить не только подготовку украинских пилотов, но и украинских техников. Кроме того, ведутся работы по техническому обслуживанию этих самолетов и того, как лучше всего использовать истребители в условиях, с которыми столкнутся украинские пилоты. Поэтому, опять же, над этим надо будет работать и дальше. В конце концов, именно Украина будет решать, как использовать эти самолеты на украинской суверенной территории. Но мы будем работать с международным сообществом, чтобы сделать все возможное для обеспечения того, что, когда украинцы получат эти самолеты, они смогут их обслуживать, содержать и эксплуатировать. Райдер подчеркнул, что политика США относительно ударов по объектам, расположенных на большем расстоянии, не изменилась. Вашингтон не хочет видеть непреднамеренных последствий, эскалации которой может превратить этот конфликт в более широкий, который выйдет за пределы Украины. Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в этом году Украина не получит достаточное количество истребителей F-16, чтобы на равных бороться с авиацией противника. Поскольку украинские защитники с начала лета этого года совершили ряд атак на военные объекты РФ во временно оккупированном Крыму, российская армия потеряла дорогостоящее оружие, а также столкнулась с ударами по военным складам и полигонам, сообщает Униан, ссылаясь на Крымреалии. Согласно карте российских военных объектов на полуострове, в начале июня украинские силы нанесли удар по российскому буксиру проекта 498 «Сатурн», или «Протей» на Панском озере. Кроме того, силам обороны с июля удалось поразить по меньшей мере три дивизиона ЗРК С-300, четыре установки ЗРК С-400 и три установки РЛС. Также Украина атаковала военные объекты врага вблизи села Мичуриновка и поразила склад с боеприпасами в Балаклавском районе. А еще журналисты зафиксировали пожары на полигонах Витино. Аналитики Американского института изучения войны считают, что украинские удары по объектам Российской Федерации в Крыму нацелены на ослабление противовоздушной обороны России перед получением истребителей F-16. Тем временем представитель военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук рассказал, что последний сторожевой корабль Черноморского флота РФ, который 15 июля покинул украинский Крым, уже добрался до базы в РФ. На самом деле это почти рекордные темпы переброски корабля с одной базы на другую. В море задерживаться они желания никакого не имели. По словам Плетенчука, судя по всему, во время перехода оккупанты выжили из этого корабля все имеющиеся мощности, что удивительно, ведь он был спущен на воду примерно 50 лет назад. Но они забирают активы, которые имеют хоть какую-то ценность, потому что сторожевой корабль все же имеет разнообразное вооружение. Он способен вести и противолодочную борьбу. Теоретически, это такая мощная боевая единица. Конечно, не такая мощная, какой был крейсер Москва. По словам представителя военно-морских сил ВСУ, во временно оккупированном Крыму еще остаются корабли Черноморского флота РФ. Остаются суда обеспечения, так сказать, вспомогательный флот. Это те единицы, которые, в принципе, из состава флота, они тоже относятся к военному составу. Они не гражданские, но не имеют мощного вооружения. Они могут выполнять различные задачи, такие как, например, буксировка, помощь в море, поисково-спасательные действия. То есть задачи у них разнообразные. Без которых флот обойтись не может. По словам Плетенчука, в Крыму остаются большие десантные корабли. Их там остается пять единиц до этого времени. Но с ними есть один нюанс. Россияне их никак не могут доремонтировать. Среди этих пяти кораблей украинский БДК Константин Ольшанский, который оккупанты захватили в 2014 году, а сейчас пытаются отремонтировать. Соединенные Штаты Америки поддержат Украину, если она решит пригласить российскую сторону на второй саммит мира. Об этом заявил представитель государственного департамента Мэтью Миллер. Он подчеркнул, что Вашингтон всегда выступает за дипломатию. Однако подобные решения может принимать лишь Украина, пострадавшая от незаконного российского вторжения. Мы считаем, что решения в отношении дипломатии вокруг этого конфликта должны приниматься Украиной. И Украина должна быть в выигрыше. И поэтому, если они захотят пригласить Россию, то, конечно, мы поддержим это решение. Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что представители России должны присутствовать на втором саммите мира по Украине. По словам главы государства, план очередной мирной конференции должен быть выработан уже к ноябрю. Для этого планируется провести три встречи по каждому из пунктов украинской формулы мира, которую обсуждали на прошедшем саммите в Швейцарии. Это энергетическая безопасность, мореплавание и обеспечение продовольственной безопасности, а также обмен пленными. После этих трех пунктов, если они сработают, будет готов полностью план реализации всех пунктов формулы мира. И я ставил задачу, чтобы в ноябре у нас был полностью готовый план. В Москве отреагировали на слова президента Украины. Пресс-секретарь диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что там не понимают, что подразумевается под этой встречей. В середине июня в Швейцарии провели первый саммит мира, в котором приняли участие более ста стран. Тогда же стало известно, что Украина планирует провести вторую такую встречу, но в этот раз с участием российской стороны. В Швейцарии заявили, что она может состояться до президентских выборов в Соединенных Штатах. Вероятным местом проведения могут стать Саудовская Аравия, Катар или Турция. Пока Кремль пытается уничтожить энергосистему Украины, в РФ все рушится само собой. Во вторник, 16 июля, в Ростовской области вышел из строя энергоблок атомной электростанции. Ростовская АЭС, расположенная в российском Волгодонске, имеет четыре действующих энергоблока. Сегодня один из них был экстренно отключен автоматикой, которая указала на неполадки на турбогенераторе. Власти ввели ограничение энергопотребления на юге России. Часть потребителей приходится обесточивать. Под отключение попал и временно оккупированный Россией Крым. В Севастополе введен график временной подачи электроэнергии. Из-за отключений электричества в центре Севастополя троллейбусы стали в пробку. Не работают светофоры. До снижения нагрузок отключением энергии также подлежат Ялта, Алушта, Феодосия, Керчь, Судак и другие населенные пункты оккупированной России полуострова. Также проблемы с электроэнергией возникли в Краснодаре. Там отключились более 100 электроподстанций. Днем ранее в Бурятии более 100 тысяч человек остались без электричества из-за аварии на Гусиноозерской ГРЭС. Как сообщил глава региона Алексей Цыдинов, там отключен один из трех энергоблоков. Позже Цыдинов добавил, что без электричества частично остались жители семи муниципальных образований республики и Улан-Удэ. В правительстве Бурятии заявили, что выведены в ремонт два энергоблока ГРЭС. Жители Гусиноозерска рассказали, что перед отключением электричества слышали в городе сильный хлопок. Связан ли он с отключением энергоблока станции на тот момент неизвестно. Цыдинов впоследствии объяснил, что, мол, да, связан. Остановка энергоблока произошла из-за появления свища в котле. Энергоблок был остановлен. Сработала автоматика. Аварийные клапаны сброса давления. А это громко. Именно срабатывание клапанов слышали очевидцы. А вот в Краснодаре 16 июля произошел сильный пожар на складе со стройматериалами. Там огонь охватил тысячу квадратных метров. В Белгородской области ограничивают въезд в 14 населенных пунктов. Об этом заявил губернатор области Вячеслав Гладков. С 23 июля ограничиваем доступ в 14 населенных пунктов Белгородской области, где оперативная ситуация складывается крайне сложной. Гладков отметил, что пускать туда будут только мужчин в бронеавтомобилях и бронежилетах с сопровождением. На въездах в село, в населенные пункты будут установлены контрольно-пропускные пункты. Внести в них будут службы представителей силовых структур. Атаки украинских беспилотников в глубине России продолжают давить на российскую систему ПВО. Они заставляют военное командование РФ приоритетно распределять ограниченные средства противовоздушной обороны для прикрытия важных, по их мнению, объектов. Об этом сообщает Институт изучения войны. Спутниковые снимки от 6 мая свидетельствуют о том, что по меньшей мере семь зенитно-ракетных комплексов средней дальности «Панцирь-1» защищают резиденцию правителя России Владимира Путина на Валдае. Глава Московского центра анализа стратегий и технологий и член Гражданского консультативного совета при Министерстве обороны России Руслан Пухов заявил 16 июля, что такое отчаговое покрытие ПВО не имеет смысла, поскольку позволяет украинским беспилотникам наносить удары с неприкрытых направлений. Аналитики отмечают, что на фоне проблем с нехваткой ПВО оккупанты начали формировать мобильные огневые группы, такие же, как и Украина, успешно развернула для защиты от ударов российских беспилотников «Шахет». Впрочем, РФ до сих пор не развернула эти группы в необходимом масштабе. Постоянное давление на российскую систему противовоздушной обороны привело к тому, что отдельные региональные органы власти прямо заявили, что российские компании и местные органы власти не могут полагаться на российскую противовоздушную оборону федерального уровня и должны обеспечить собственные возможности противодействия беспилотникам. Тем временем, утром 16 июля, один из российских «Шахедов» взорвался в Беларуси. Об этом сообщает белорусский «Гаюн». Дрон разбился в Октябрьском районе Гомельской области, а это в 120 километрах от границы с Украиной. Более того, нам доподлинно известно, что во время падения произошел взрыв дрона «Камикадзе», что прямо подтверждает, «Шахеды, которые залетают на территорию Беларуси, никакие не учебные или разведывательные, а реальные с боекомплектом на борту. И предназначались они для атаки по территории Украины». Отметим, что это уже третий подобный случай за последние несколько дней. США будут поддерживать Украину всеми возможными способами в ее стремлении определять свое будущее. Об этом заявил представитель Госдепартамента Мэтью Миллер, передает «Голос Америки». «Мы считаем, что Украина должна быть в авангарде любой дипломатии, направленной на прекращение войны, потому что именно эта страна является жертвой агрессии. Это их территория оккупирована. Их людей убивают в войне, которую они не начинали, но от которой они страдают уже фактически 10 лет». Представитель Госдепа назвал неправомерной точкой зрения высказывание Лаврова о том, что политическое и дипломатическое урегулирование войны в Украине должно сопровождаться конкретными шагами по снятию угроз Российской Федерации, исходящих с западноевроатлантического направления. Также он отметил, что России никто не угрожал ни до вторжения в Украину в 2014 году, ни до полномасштабного вторжения в 2022. Он выразил мнение, что РФ видит угрозу в том, что на ее границах функционирует демократия. «Военной угрозы не было. Никто не угрожал захватить российскую территорию. Поэтому мы отвергаем такую точку зрения. И будем продолжать работать с украинскими партнерами над окончательным завершением этого конфликта справедливым миром. Не просто миром, а справедливым и прочным миром». Кроме того, Миллер выразил надежду, что Китай как стратегический партнер россиян сможет сыграть более продуктивную роль в прекращении войны. «Это должна быть роль, которая признает, кто является агрессором, а кто – жертвой. Когда мы напрямую общались с китайским правительством, речь шла не просто о достижении мира ради мира, а о достижении мира, который был бы справедливым и прочным». Тем временем бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон встретился с кандидатом президента США Дональдом Трампом. 16 июля во время национального съезда республиканской партии в Милуоке они обсудили российскую агрессию в Украине и вопросы помощи нашему государству. Политики разговаривали наедине почти час. Джонсон призвал кандидата в президенты США поддержать Украину. «Замечательно встретить президента Трампа, который находится в отличной форме после позорного покушения на его жизнь. Мы обсуждали Украину, и я не сомневаюсь, что он будет сильным и решительным в поддержке этой страны и защите демократии». Встреча прошла после того, как Трамп подобрал кандидатом в вице-президенты сенатора от штата Огайо Джей Ди Венса, который является громким критиком поддержки Украины. Венс считает, что Украина никогда не сможет вернуть утраченные территории, выступает за прекращение поддержки Украины и призвал Вашингтон начать переговоры с Москвой для прекращения войны. Правительство Великобритании намерено обратиться к Евросоюзу с призывом усилить контроль за теневым флотом России, передает агентство Bloomberg со ссылкой на источники. Этот вопрос планируется обсудить в кулуарах встречи европейского политического сообщества, которую 18 июля проведет британский премьер-министр Кир Стармер. Как утверждается в документе, РФ использует нефтяные танкеры для обхода санкций. Теневой флот России представляет угрозу для наших стран и других государств, зависящих от мировых морей и океанов. Многие суда этого теневого флота не застрахованы и плохо обслуживаются. Многие из них занимаются деятельностью, нарушающей основные стандарты и правила безопасности и охраны окружающей среды. Согласно проекту итогового заявления, ряд европейских стран поддержат меры против теневого флота. Они будут направлены на обмен информацией о танкерах с российской нефтью и на координацию действий. Количество стран, которые намерены поддержать предложение Великобритании, пока неизвестно. Как рассказал Bloomberg анонимный источник, среди возможных мер может быть введение санкций против большинства танкеров с российской нефтью. Для РФ и никакие Олимпийские игры не нужны. Там, в Пермском крае, на днях вновь прошел турнир по метанию коровьих лепешек на дальность. Чемпионат проводится в день села Крылова, сообщают российские СМИ. Его участники с 2009 года состязаются в метании сухих коровьих лепешек. Фестиваль получил довольно оригинальное название – «Веселый коровяк». Судя по лицам россиян, метание навоза действительно их веселит. На фоне всех санкций и ограничений жителям РФ только и остается, что искать даже такие поводы для поднятия настроения. Оказывается, соревнование стало уже своеобразным брендом. Желающих поучаствовать в метании и поглазеть – огромное количество. Как сообщают организаторы фестиваля, такого наплыва туристов и участников за последние 14 лет еще не было. Еще не считали число участников. Пока разгребаем последствия. Но больше тысячи точно пришло. Если раньше мы на конкурсы зазывали людей, то сейчас просто не знали, как остановить поток желающих. На этом у нас пока все. Оставайтесь с нами, чтобы быть в курсе самых важных событий. Увидимся! Субтитры создавал DimaTorzok